Правительство Севастополя не оставляет идеи установить шлагбаум при въезде на исторический бульвар со стороны площади Ушакова. Это уже третья попытка городских властей за месяц. Первый факт был зафиксирован 14 августа. Спустя три недели очевидцы и журналисты вновь собрались на месте установки обещанного губернатором шлагбаума. Сегодня по жалобе местных жителей мы выехали на въезд из исторического бульвара со стороны площади Ушакова. Это уже третий выезд нашей дружины сюда на место по факту незаконной установки шлагбаума, который хотят поставить здесь якобы по просьбе правительства города Севастополя. Никаких правоустанавливающих документов, разрешающих им проведение каких-либо строительных работ, ни разу не было предоставлено нам. Факт зафиксирован и прибывшим на место нарядом полиции. Юрист Александр Талипов поясняет, что по законодательству для установки шлагбаума никаких специальных разрешений на строительство не требуется. Администрация города вправе устанавливать его в тех местах, где возможны аварийные ситуации, либо необходимо ограничение движения. Для этого, соответственно, нужна специальная схема расположения данного шлагбаума, согласованная с соответствующими структурами. В частности, это необходимо согласование МЧС и ГИБДД. На данный момент подрядчики, которые выполняют эти работы, показали только схему согласования, где отсутствует ГИБДД вообще, и подписи МЧС нет. И показали протокол намерения севастопольского правительства об установке шлагбаума. Но протокол намерения также не является основанием для установки шлагбаума, должно быть распоряжение губернатора. Вот распоряжение губернатора мы до сих пор не видим. К тому же размещение, преграждающее въезд конструкции, не согласовано с другими землепользователями, расположенными на историческом бульваре. По словам юриста, ни телекомпания «Икс», ни драматический театр имени Бориса Лавренева, ни владелец ресторана «Остров» соглашение на установку шлагбаума не давали. К нам обратился житель города Севастополя Константин Лениченко, который собрал порядка 60 подписей людей, которые живут по улице Исторический бульвар, там порядка 35 домов. Они против установки шлагбаума, они просят правительство города Севастополя пересмотреть распоряжение свое, которое якобы где-то есть, и решить эту проблему путем установки знака «Кирпич» и постоянно дежуривающего экипажа ГИБДД здесь. Из правительства города заявителям уже пришел ответ, что власть жалобу получила. Как и кем будет регулироваться въезд на исторический бульвар, пока загадка. Исходя из элементарных правил, то, наверное, нужно здесь минимум три человека, которые будут работать сутки через трое. А это дополнительные единицы рабочие, которым будет начисляться определенная заработная плата. И вот интересно, как в короткий период времени правительство выделило три единицы от какого ведомства или от какого ГУПа, и на основании чего сейчас идет установка шлагбаума частной организации. Хотелось бы сказать, что на самом деле это все выглядит как мелкие какие-то пакости, конкретно против ресторана «Острова». И все прекрасно понимают, весь город понимает, что душа-то болит у нашего правительства не за то, что здесь образовалась какая-то небольшая парковка, которая на самом деле никому не мешает. Машины здесь не гоняют, ездят очень аккуратно. За полтора часа пребывания там нашей съемочной группы никто из правительства города на месте установки шлагбаума так и не появился. Ксения Багинская, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.